Тайны библейских сказаний 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 И вот Ему снился очень странный сон Он вызвал снова к себе своих Ахтумин То есть Египетских магов Халзейских магов Белых магов Черных магов И Рассказал им свой сон И они снова не смогли разгадать И тогда он обращается снова к Даниилу с просьбой разгадать и рассказать, что ему, собственно, снилось. На этот раз он не скрывает, что ему снилось, он ищет разгадки. Я снился на него следующее слово. Как будто стоит огромное высокое дерево посреди поля. Совершенно дерево достигает своей кроны небес. На дереве птицы, на дереве различные плоды, под деревом различные звери. Все живут в покое, в мире, так сказать. Все довольны. И вдруг спускается некто с небес, или просто раздается голос с небес, не совсем понятно, это есть текст. Который говорит, что ну-ка вырвите это дерево, срубите его, но так, чтобы корни остались. И корни закрепите железом медью. А вместо этого дерева, вместо человеческого сердца, дайте звериное, чтобы он с тем времен жил среди зверей и питался как зверь. И вот такой странный сон. И Данией спрашивает, что, собственно говоря, он означает. И видит, что Данией бьется и не хочет его разгадывать. И он говорит, ну, расскажи, какая бы ни была разгадка, меня это интересует. И Данией признается, что сон плохой. Он говорит, что врагам бы твоим такой сон, царь. Потому что это высокое дерево, это ты, властитель Вавилона, по сравнению которого живет очень много народа, в общем-то, и корбится, и вроде все, так сказать, неплохо в этом царстве, на самом деле. Потому что действительно люди жили относительно неплохо. Надо сказать, что кто-то думает, что это был период бедности, так сказать, сплошной нищеты и так далее. Нет, Вавилонское царство процветало, и народ же в нем жил достаточно хорошо. Налоги были относительно невысокие, из-за того, что люди сами, так сказать, выращивали, им вполне хватало на пропитание. Вот. То, говорит, случится следующее, царь, что ты, скорее всего, с тобой произойдет некая неприятность, такая же ты потеряешься, утрачиваешь свое царство на 7 лет. В эти 7 лет ты потеряешь человеческий облик, и будешь подобен зверю. Но потом, слава Богу, все вернется. Вот. Он говорит, я не знаю, как предотвратить вот такое развитие событий. То есть тяжело. И, говорит, единственное, что я могу тебе посоветовать, так как ты наделал в своей жизни немало грехов, то попробуй потратить деньги на благотворительность. Тем более, что вот сейчас, как раз, ты пригнал из-за Иерусалима евреев, они находятся в очень непростом материальном положении. Если ты им поможешь, так сказать, материально, и будешь дальше помогать, возможно, Бог смилостивится и отменит этот тяжелый приговор. То есть выдадим то, что называется в Израиле корзину абсурдства. Помоги, поддержи, так сказать, новых граждан своей столицы. И, ну, когда он согласился, и в течение года он поддерживал, действительно, евреев, которые были изданы в Илон, то потом как-то оставил это дело, решил, что все, ну, как бы хватит, они должны уже сами оставить. Да, благотворительность имеет определенные границы. И где-то через год, как раз сидел в своей башне, стоял в своей башне, смотрел с высоты, значит, этой башни на свой город и сказал, какой великий город я построил своими руками, какое великое царство я создал с помощью своего, в общем-то, ума, своей удачи, своей силы. Вот в этот момент немецкий голос, говорит, вот и все, царь. Вот и кончилось, так как уже нечего. Мы, ну, как бы, так как ничто уже не может искупить твои греки, так как ты прекратил делать добрые дела, то теперь пришло время исполнения приговора. И с этого времени ты будешь подобен зверю и будешь питаться так же, как волк. Как волк или как осел. Вот, в общем, как травоядное животное. Естественно, историки говорят, что ничего подобного в вавилонских хрониках нет. Скорее всего, это вставная на белок. Скорее всего, это какая-то притча, которую надо понять. Но есть и другое мнение. Есть мнение о том, что Молхадонасов заболел лекантропией. И, кстати, в Википедии, если вы посмотрите статью лекантропия клиническая, то увидите, что среди тех, кто знаменитостей, которые ею болеют, значит... Еще раз повторите, как болезнь называется? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, могу одобраться. Нет, болезнь. Лекантропия. Лекантропия, это вообще на самом деле способность человека обращаться в другое животное. То есть, быть оборотнем. Вот, прежде всего, волка. Поэтому это лекантропия. То есть... Но медики различают, так сказать, и клиническую. Помимо того, что это, так сказать, сказочное, мифическое какое-то состояние, современная медицина признает существование, так называемой, клинической лекантропии. То есть, когда человек думает, что он какое-то животное, и начинает ему подражать. Срывает с себя одежды и начинает вести себя, как это животное. Тип душевного... Разновидность душевного заболевания. И вот именно это заболевание, как предполагается, и случилось с выходоносом. Он действительно сбросился в свою одежду, ушел в лес и там питался травой, подобно дикому ослу. Вот. И это продолжалось в течение семи лет, после которых он, все-таки, пришел в себя, так сказать, у него началась ремиссия и вернулся на царство. Но, после того, как выходоносер вернулся на царство, и он понял, что, так сказать, он, то, что он приписывал свои силы, своей удачей, своему полководческому ударованию, на самом деле, все было от Всевышнего. Он стал, в общем-то, верующим человеком и, согласно одной из легенд, прошел Гию, то есть, стал евреем. Последние годы жизни он жил как еврей. То есть, он не перевел, если не провел Гию для всего своего царства, как попытался это сделать, много позже казарский царь Иосиф, но сам он жил как еврей и кончил свою жизнь как еврей. Это одна из легенд, но, в любом случае, даже если это было не так, то, судя по этой вставке, Дамухаданесер в силу единого Бога и, по меньшей мере, соблюдал все семь заповедей Ноя, которые должен соблюдать каждый нееврей, чтобы быть праведным человеком. Семь заповедей из десяти, которые были даны на горе Синга. Это для любого нееврея достаточно, чтобы войти в рай и считаться вполне праведным человеком. Вот такая вставка. А потом начинается другая знаменитая вставка, которая на самом деле происходит уже через двадцать с лишним лет после вот этого рассказа о Синга-Бухаданесе. И в это время на Новоионском престоле правил уже его правлук, ну, правил на самом деле официальным царем был его внук Абунит, а вот неофициальным соправителем последние три года был, после того, как Абудит почувствовал себя старовым, и отошел от дел, был царь, который, который, синодальный перевод тоже называют, Библией называют Валтасар, Валтасар. Так же почти так, его, то есть, его называют почти так же, как назвали Даниэля. Вот, этот царь, естественно, был очень далек от своего деда, от веры в единого Бога, он снова вернул язычество в полную силу, впрочем, не он один, так сказать, уже и сын Новохаданесова окончательно вернул Вавилону язычество и поклонялся язычским богам. Но Валтасар пошел дальше, это было не самое приятное время для Вавилона, потому что начала подниматься Персидская империя, и царь Персии Кир, кореш, Кир, это русское произношение его имени, объявил войну Вавилону, и дошел до столицы, дошел до Вавилона и осадил ее. Царь, настоящий царь, не принц Валтасар, который был у вас управителем, а настоящий царь Абудит в это время находился в дальней крепости, он удалился от дел, но Валтасар был совершенно спокоен, потому что он знал, что в городе есть запасы как минимум на 12 месяцев, запасы еды, запасы воды, Вавилон был очень хорошо укреплен, поэтому, по сути, он был уверен, что город в итоге выдержит осаду, и больше того, он совершит некий рейт, он бросит урага от его стены. И Валтасар закатил пир, закатил пир, причем напились они достаточно сильно, на пиру участвовали его жены, его наложницы, ближайшее окружение, слуги и так далее, то есть пир был достаточно огромный, и тут он решил, значит, вспомнил, что в царской сокровищеце лежит золотая и серебряная утварь из Иерусалимского храма. До этого она не использовалась, потому что на выходе нации его предупредили, что если он начнет использовать эту утварь, то Всевышний на него прогневается, и это очень плохо закончится и для него, и для его царства. Поэтому эта утварь спокойно лежала в царской сокровищество, и никто ее не трогал. Но тут Валтасар произвел «да». И мы знаем, что пророк Еремияру, Еремия предсказал, что через 70 лет евреи вернутся из знания, из Бургановского изгнания в свою землю и снова отстроить Иерусалим. Так вот, Валтасар посчитал, и получилось у него, что 70 лет уже прошли. Пошел 71 год. Мы скажем позже, в чем была ошибка в этом счете, но не сейчас. Главное, что он посчитал, что 70 лет прошли, никого Бог не наказал, евреев не вернул, они по-прежнему находятся в Вавилоне, и значит, что это была чушь собачья. Так он решил. Поэтому ее принести, например, немедленно, вот эту золотую утварь, и золотую, и серебряную посуду из царской сокровищницы, чтобы пользоваться из-за столов, как обычной посудой, и одновременно славить своих вавилонских богов. И вот, начинается, так сказать, знаменитый пир Валтасара с прославлением языческих богов, с прославлением богов Бавилона, которые оказались сильнее еврейского бога, который, в свою очередь, оказался неспособен на землю Израиля, и восстановить Иерусалим. И вот, во время этого пира, когда все было так хорошо, Валтасар видит руку, руку просто в подвешенную в воздухе, без тела. Он единственный, кто видит эту руку. Все остальные руку не видели. Все видели, как... Валтасар видел еще, как эта рука пишет. Остальные просто видели, как на стене начинают поступать письмена. Причем, какие-то совершенно загадочные. И прочитали, он вызывает немедленно, опять-таки, тем более, что на пиру тоже есть, в общем-то, маги, и белые, и черные, и какие угодно. И он обращается к своим магам, гадателям. И в результате, в сфере, они объяснили ему, что тут написано на стене. Ни один из них не может это разгадать. Что приводит Валтасар в смущение? И тут на пиру появляется царица. Очень важный момент. Сказано, что там на пиру участвовали его жены, наложницы и так далее, а царицы не было. По всей видимости, царица была в опаде. Вот так, как потом окажется в опаде, скажем, царица важна. То есть, жен у него было много, а царица была одна? Да, царица была одна. Царица, которая рожает наследников, была одна. Она, видимо, была в опаде. И она, когда он начал, значит, она появилась и сказала, что вот ты ищешь, кто прочтет эту надпись, я знаю, кто ее прочтет. Дело в том, что Даниэль тоже пал в опаду, потому что он как бы молился о своем Богу, он был очень далек от церкви-физических игрищ, и Валтасар его не жаловал. Он жил где-то там на задворках дворца, и никто о нем не вспоминал. И тут она говорит, что есть муж, который молится единому Богу, который уже разгадывал в свое время сны Нового Хадонессера, твоему прадеду. И вот я думаю, что если ты его позовешь, его сможешь разгадать. Почему, так сказать, нельзя сказать, что мудрецы Валтасара, вавилонские, так сказать, жрецы и вавилонские маги были совершенно неграмотными, невежестными людьми. Они знали множество языков, были, в общем-то, следующие и в шифрах, и возникает странный вопрос, почему они не смогли разгадать эту надпись. Тому есть несколько ответов. Во-первых, эта надпись была сделана на еврите. Сделана на еврите, которую они не знали. Она была сделана древними еврейскими буквами. Не теми, которыми мы пользуемся сегодня, потому что теми, которыми мы пользуемся сегодня, это как раз и сирийский шрифт. А в целом случае, очень его напоминает. А вот тем древним алфавитом, на котором написаны памятники эпохи первого храма, и если вы входите в музей, то вам там дают такой листочек, чтобы вы могли их читать, который переводит вот этот древний алфавит в соответствии этих древних букв, современным буквам еврейскими алфавитами. Вот этим древним алфавитом была выведена эта надпись, во-первых. Некоторые считают, что прочесть ее, даже если зная еврейск, было достаточно трудно, потому что она была написана ни слева направо, ни справа налево, а сверху вниз, потом опять снизу вверх и сверху вниз. То есть оно вмещалось в такой прямоугольник. И есть версия, что надпись была зашифрована шрифтом Ашдаб. Шрифт Ашдаб – это когда первая буква еврейского алфавита становится последней, последняя, в свою очередь, является первой, то есть буква Т становится первой буквой, а не последней, предпоследняя буква становится второй буквой, а вторая буква – предпоследней, ну и так далее. То есть алфавит тасуется, но если знать этот прием, то прочее легко разгадать. Поэтому, когда вызывают Даниэля, Алтасар говорит, ну я слышал, что ты знаешь, что ты умеешь разгадывать сны, что тебе ведомо много чего-то тайна, вот если ты прочтешь эту надпись, то я тебя, пожалуй, сделаю третьим человеком в царстве, после меняя царица. То есть фактически премьер-министр. Кроме того, я вызову тебе одежду из пурпуры, одежду, которая насили цари, то есть ты будешь ходить как царь. Фактически он ему говорит, что опала кончилась. Если ты разгадаешь надпись, тебя ждет великая царская милость. Ты будешь одним из самых больших людей в государстве. А что Даниэля говорит, что ему совершенно не нужно и неинтересно. Но надпись он разгадает, он ее уже прочитал, может прочесть, значит, сфорю. На досиде написано мене-мене, все кида уфарсил. Опять-таки, если взять иврит, то понять, что это такое невозможно. Мене-это то самое слово, от которого происходит английское слово мана, порция, доза, если хотите. Мана самим это доза наркотика, или порция наркотика. Мана и в ресторане это, так сказать, порция, которую привозят, так сказать, каждому, гостю. Поэтому, но мана, одновременно, это и мина, то есть, монета в 50 шекелей, достаточно крупная. Поэтому, как бы, и с словом мене-мене, почему дважды, в принципе. И когда считают, обычно говорили, менее-менее, то есть, исчислено. Но почему дважды, потому что, когда хотят проверить что-то до конца, досконально, то считают дважды, деньги присчитывают, обычно, дважды. Правильно? Вот это, менее-менее, это значит, исчислено, не просто исчислено, а очень тщательно исчислено. Тщательно исчислено. Текель, это, то же самое слово, происходит от того же корня, что и слово шекель, то есть вес. Вот, и это значит, взвешено. И у форсин, может произвести от нескольких слов. Во-первых, от слова нефрос, то есть расширить. Вот. И может, я, например, напоминаю слово парас, персия. Иран, который, войска которого стоят у ворот города. Поэтому, он, в деле, переводит эту запись следующим образом. Исчислено, взвешено, взвешено имеется в виду на небесных лесах, взвешены все грехи, так сказать, царя и его царство. И он напоминает, этого хода начали, кстати, разговоры о том, что случилось, Балтасар о том, что случилось с его прадедом, как он был семь лет зверем, и потом вернулся и поверил во Всевышний. И он, царь, Балтасар пошел другим путем, и он осквернил, так сказать, посуду, храмовую посуду, за что, так сказать, все до копеечки уже подсчитано. Вот это и была та самая копеечка, та самая соломинка, используя храмовую посуду, которая переломила горпу и в блюду. Поэтому, он говорит, что и свое царство будет отдано на перцы. То есть, это типа приговора было, получается? Получается, что приговор, типа приговора. Кстати, буквы, как говорит, традиция были, они были на известковой стене, стена была беленой, известен, и они выступали, они были как бы рельефные, то есть, не совсем сучки, обычные буквы, что Балтасар и запугало. Все это было очень необычно. Балтасар подумал, что, ну, хорошо. Ну, он сказал, да, взвешенно, но, когда это еще будет? Вот, осада там, пока осада, потом разберемся. Поэтому, пир продолжился. Дело в том, что царь Киев, лучшая победа, это победа, так сказать, в войне, это победа, не вступая в сражения. Царь Дарий, царь Киева, на самом деле, кореш, но, прошу прощения, книга Даниэля, почему-то называется, царя Дария. Сейчас мы скажем, почему. Вот, он решил пойти другим путем, он просто подкупил царскую стражу, и в ту же ночь, как закончился пир, его зацар все-таки отправился спать. Его же стражники ему перерезали горло, и открыли ворот это Вавилон для персидской армии. Персидская армия вошла в город, и книга Даниэля сообщает, что воцарился царь Дарьяуч, то есть Дарий, хотя, на самом деле, историки знают, что воцарился Кир. Но Кира был племянник, Дарий, действительно, был такой, и поэтому есть предположение, что, в принципе, автору этой книги было все равно, кто правил Вавилон, его интересовали евреи, поэтому он в такие подробности не выдавался. Дарий был назначен доместником, именно Вавилон, и он управлял городом, а царь Кир разделил всю страну на 120 властей, и, кстати, когда он стал разбираться в государственных делах, он приблизил к себе Даниэля, Даниэль стал одним из его ближайших советников, можно сказать, премьер-министр. И другом, в принципе, очень близким личным другом, с которым сайт проводил очень много времени, что, естественно, не могло понравиться основным предборам. Тем более, что Даниэль оказывал немалую помощь своим современникам, которые жили в Вавилонии, я прошу прощения, прошу прощения за эту оговорку, дала по Фрейду Витрию, которые жили в Вавилонии, и это тоже не могло нравиться, так сказать, и вавилонянам, и перцам, потому что они считали, когда мы правим, а тут внимание уделяется какому-то, так сказать, тростепедовому народу, и поэтому они стали думать, как бы Даниэль извести, как говорится в сказках. Думали, думали, придумали. Они знали, что Даниэль каждый три раза в день молится своему Богу, так же, как это приюту евреям. Поэтому они пришли к царю и сказали, царь, а вот хорошо бы издать такой указ, чтобы проверить верность твоих подданных, что в течение года, в течение года, не меня, в течение месяца, никто в царстве не мог бы обращаться с просьбой никаких богам, начальник попросил о чем-то тебя, то есть, виновав в твою просьбу. Это напоминает несколько знаменитый постперестроечный анекдот, когда Иван Иванович, директор фирмы, вызывает себе Абрамовича или Рабиновича и говорит ему, что Рабинович, мне сказали, что вы каждый день ходите в синагогу. Он говорит, да, сейчас же это вроде можно, и вы там просите о чем-то Бога. Он говорит, да, но сейчас же это вроде можно. Он говорит, можно-то можно, но не люблю, когда обращаюсь и колочаюсь через мою голову. Как бы указ Кир озвучал именно таким образом, что прежде чем, если ты хочешь что-то попросить у своего божества, а божеств было много, то сначала обратитесь с этой просьбой к царю, а потом просили уже, он разрешит тебе по просьбе Бога. Не разрешит, значит, подождешь месяц. И Кир подписал этот указ. Царь подписал этот указ. И тут прошло всего несколько дней, и к нему приходит придурный и говорит, вот царь, вот вроде бы указ подписан, его надо исполнять. Он говорит, да, конечно, надо исполнять, указ подписан. Мы знаем человека, который не исполняет. Вот который продолжает три раза в день что-то просить из своего божества. Это тонкая подстава. Да, это была такая тонкая подстава, и мы обвинили на нарушение указа. И царю не осталось ничего другого, как признать, что указ его нарушен, да, и доказание за нарушение указа тоже было обозначено в том же указе, что тот, кто посмеет обратиться к своих богам через голову царя, будет брошен в яму ко львам. И Кир оставался в этой ситуации. Ему было очень больно. Он страшно переживал, он пришел к Заделию и сказал, что единственное, что я надеюсь, что это твой бог, о котором мы столько говорили, о котором ты так веришь, он тебя спасет. У меня нет выхода. Заделия опускает в эту яму со львами, и, больше того, закрывает ее камнями, и Кир лично запечатывает ее своей печатью. И удаляется. Было это вечером, наутро он проходит к яме, но если там как бы львы съели Даниэля, то уже съели, уже ничего не должно остаться. Вот. И видит, значит, снимаясь печать, и видит снять камень. И оказывается, что Даниэль живой и здоровый, что как бы его действительно, так сказать, бог защитил. И львы его нисколько не тронули. Неизвестно, что он там делал, сальвак было, что он там чесал залпом. Непонятно, но как бы то, что он был в очень хорошем настроении, жив и здоров. И Кир был совершенно, царь был совершенно счастлив, что его советники друг живы и здоровы и он сказал, посмотрите, это же очевидное чудо. Вот. Его бог действительно всесилен и совершает чудеса прямо на наши глаза. А что советники говорят, царь, ну, какое чудо, на самом деле. Ну, видимо, львов... Думаешь, со львами договорился. Да. Ну, видимо, львов хорошо накормили, они сытые. Когда они сытые, на самом деле, очень спокойно. Вот. Если им не хочется кушать, с какой части его есть. С чего бы, его есть. На что царь сказал, вы так думаете. И вел покормить львов. Снова покормить львов, дать им столько мяса, сколько они пожелают. После чего сказал цель бро... А вот львы сытые. Цель бростика, вот тех, кто мне советовал, почему советую я вынужден был отправить Даниэля в эту яму, бросить их туда вместе с женами и детьми. И сбросили в яму вместе с женами и детьми. И как только они упали на одной ямой, в книге написано, даже не залетев на одной ямы, вы накинулись на них и растерзали. Вот. Таким образом, стало всем ясно слово, что Бог Даниэль это не просто Бог, это творец. Творец селены, властинины и повелитель не только природы, но и всей человеческой истории. Ну, Петр, на этой оптимистичной ноте я позволю себе сегодня завершить нашу встречу. А в следующий раз мы продолжим. Спасибо большое. Давайте. До свидания. Спасибо, дорогие друзья. Мы беседовали с Петром Люкимсоном. Программа Тайны библейских сказаний продолжения следует. Всего доброго.